Привет, друзья! С вами Маша и вы на канале Вкусно, Просто и Доступно. Я очень рада, что вы заглянули ко мне на страничку. А у меня сегодня для вас интересный, простое приготовление и очень вкусный рецепт их завтрака. Друзья, это просто, быстро, вкусно, с обычных ингредиентов, но получается очень вкусно. Два яйца нам нужно взбить, отправляем на сковороду и сверху выкладываем лаваш. У меня был один лаваш большой, я вырезала его чуть больше диаметра сковороды. Вот таким вот образом на сковороду его уплотняем, нужно, чтобы яйцо выделялось уже из лаваша. Дальше выкладываем помидор и сыр. Если у вас сыр соленый, тогда не присаливайте помидор. Ну, если же у вас не соленый сыр, тогда лучше присалить помидорки. Накрываем вторым лавашом и дальше у нас идут баклажаны. Я баклажаны буквально 2-3 минутки припустила на сковороде на растительном масле. Также их заправила по вкусу и выкладываем баклажаны. Такие баклажаны у меня фактически всегда есть в холодильнике, так когда сезон баклажанов, я всегда готовлю салатик. Как я его готовлю, оставлю ссылочку в описании под этим видео. Баклажаны также нам нужно засыпать хорошо сыром и сверху все накрываем третьим лавашом. Уплотняем и распределяем оставшееся яйцо. Кстати, яйца также я посолила и добавила перца. Жарим на среднем огне буквально 2-3 минутки. Если хотите сковороду, можно прикрыть крышкой, но это не столь важно, так как все фактически приготовлено. Нам нужно только лишь, чтобы проплавился сыр и все хорошо прогрелось. Вот таким вот образом я уплотняю и жарю еще 2 минуты. И все, друзья, буквально через 5 минут такой простой, очень вкусный, сытный завтрак или перекус готов. Друзья, не все сразу поймут, что они едят блюдо без мяса. У меня муж вообще удивился, когда я сказала, что здесь нет мяса. И поверьте, что это довольно-таки сытно. А самое главное, что это легко, вкусно и просто. Ну что ж, мои дорогие, вот такой вот простенький, но очень вкусный рецептик. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал, ставим пальчики вверх и не забываем про колокольчик. До новых встреч. Пока-пока, увидимся и приятного вам аппетита!